Всем привет! Я хочу проехаться по августу агрессивно, поэтому женщин и стариков попрошу удалиться, а детям все равно. За это время произошло очень много чего, и я практически каждый раз, когда я в машине, пытаюсь записать на эту тему видео. На следующий день, пока еще не закончил ее форматировать, уже какая-то очередная хрень выходит, и она мне портит настроение, и я ее должен подключить. Значит, ну, за это время произошло очень много всего интересного. Начнем издалека парад независимости в Киеве. Как российские ТВ пускались ядом и слюной, это просто-напросто было загляденье, что вот это самое, хохлы прогнулись под Америку, вот, под НАТО. Это, конечно же, было очень красиво. Проблема в том, что, как бы, у ребят очень короткая память. Семь лет назад на марше, это самое, 9 мая, точно так же маршировали плюс-минус те же самые войска, те же самых стран НАТО. Ну, там было чуть-чуть, пару других стран, да? Всего лишь семь назад. Но память короткая, боярышник свое делает, мы это все позабыли. За этот месяц были серьезные достижения по поводу вставания с колен в Томске. Открыли это самое водонакачку. Это, конечно же, вот, ну, просто серьезнейшее достижение самой большой страны в мире, с самыми большими и богатыми ресурсами, да? Как бы, я помню, Путин кричал, что в 2015-2017 годах Россия будет там в тройке или в пятерке экономических лидеров. Ну, вот мы открыли водокачку. Это, конечно же, достижение. Ну, на моей улице это был праздник, там, 35 тому лет назад, когда мы ходили погулять и хотелось попить посреди дня. Но люди живут с этим. Улицы не где-то там в захолустье, да? Не в каких-то там деревьях, до которых лететь 4 часа на вертолете. Это в городах, в жилых. И это достижение 5 лет народ просил. Молодцы, ребята, так держать. Из более таких интересных новостей. Маск перещеголял, это самое, космическую программу России. И маленькая, это самая, частная компания за несколько лет обогнала по запускам страну, у которой более 50 лет опыта. Десятки тысяч людей, которые работали, не покладая рук, под страхом автоматов. И все бабки страны были вложены в оборонку, а в основном в ракеты. И какая-то компания за пару лет обогнала. Это еще как бы год не закончился. К концу года, скорее всего, будет веселее. Молодцы, ребята. Единственная сфера, в которой Россия хоть что-то могла. И уже ничего, это самое, уже отстала. Просто-напросто. Три года назад мы кричали про батуты. Вот они, в полном действии. Через пару лет таки Россия будет с батутов что-то запускать. Потому что Запад это тот, кто покупал эти запуски в подавляющем большинстве. А теперь у них есть свои. И это только МАСК. У них еще есть 2 компании, которые работают над разработкой тяжелогрузных ракет. Доигрались, да? Ну, санкции, конечно же, нас не пугают. Но Лукойл вроде бы продает там какую-то там свою заграничную компанию. Потому что под это бабло не могут найти. Оно под санкции попадает. Этот самый российский танковый завод не может купить оборудование в Чехии. Потому что под санкции попадает. Да, мы собственное оборудование не можем сделать. Ну, свое не можем сделать. Свои же танки производить не можем. Потому что подпали под санкции. Самый большой ледокол российский, советский. И нужно утилизировать, потому что компания тоже попадает под какие-то там санкции. Что-то эскандеры очень мало смеются в последнее время. Америка сегодня попросила закрыть посольство в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, если не ошибаюсь. Вот. И вот эти заявления МИДа РФ, что медленная выдача визы российским гражданам. Это просто-напросто геноцид русского народа. Это просто-напросто шикарно. Вот такое придумать это нужно. Я не знаю, как бы, ребята. То есть там боярышник, что ли, река, это самое, речками течет. Ну, серьезно, да? Как бы пиндосы плохие, они ужасные. Но нам давайте их визы, давайте их быстро. Вы как-то определитесь, да? Или рыбку съесть, или сесть куда-нибудь. Да? Одно или другое. Но то, что самое серьезное для меня, это как бы социально. Да? Вся политика, все вот это вот. Экономика, банки закрываются. Керченский мост построили через жопу. Да? То есть все вот это вот, оно не важно. Именно социальный аспект. Общество для меня самый важный. Потому что общество это фундамент. Что вы там не говорили, куда вы там не кричали. Кто прав, кто виноват. Кто придет, все починит. Ни хрена не работает, если у нас нет нормального общества. И я начну с общества. Где-то две недели назад был пожар в Ростове. И он мне напомнил целую серию интересных вещей. Первое, что он мне напомнил, это историю с российским парнишкой, которого взяли из детдома, увезли в Америку с его братьями. Но, как бы, как бы его там не любили, как бы его там не ласкали, как там ему не помогали. В конце концов, все закончилось трагически. Парнишка взял, пристрелил своих приемных родителей. Значит, история сложная. Всех подробностей у нас нет. После того, как его арестовали, там больше информации в сети не появлялось. Но история длинная. То есть, он, как бы, это не случайный случай. У него были проблемы, он ни с кем не ладил. Несмотря на то, что родители богатые, серьезные, успешные. Да, то есть, как бы, серьезно старались сделать хорошо. Не получилось. Все закончилось очень-очень трагически. Эта история не напоминает историю про настоящих Маугли. Давным-давно я видел, может, 10 лет тому назад, фильм про настоящих Маугли. И таких довольно-таки много. Недавно я прочитал еще статистики, вот, когда это все случилось. Она мне напомнила. В человеческой истории есть больше десятка, почти уже даже 20 случаев, там, где люди, дети были выращены животными. Да, обезьяны, волки, собаки. Кстати, очень много случаев именно в России. Но в России это не дети, которые, там, потерялись в лесу, там, в джунглях где-то остались. А это дети, которых или родители над ними изгалялись, они убегали. Или просто родители держали в ужасном состоянии. Как бы одна история там, где мальчика мама держала в клетке с птицами, и мальчик как бы кричал, как птица. Да? То есть она его кормила, но она с ним не общалась. То есть ребенок вырос птицей. Прекрасная история. Как бы вот это у нас хорошее общество. Так вот, к чему я это? Значит, среди этих всех историй про настоящих Маугли, психологи, психиатры, которые занимались этим, говорят, что если ребенка достать из вот этого, как бы вернуть в человеческое общество до возраста в 13 лет, больше 50% шанс, что из него можно сделать человека. Он, конечно же, в космос не полетит, но будет полноценным, будет работать, читать книжки детям перед сном, все как надо. 50%. Это серьезно, да? Вариантов как бы тестировать это очень сложно. Всего там как бы десятки случаев, которые были за последние 150 лет. Но, но, эта история вот с российским подростком, который как бы прибил своих родителей, потому что там ему, видите ли, не хватало чего-то в его сладкой жизни по сравнению с то, как он жил в детдоме в России, это, конечно же, вот оно сводится. И это параллель сразу же уходит на пожар в Ростове. Значит, в Ростове, ну, как бы по всей информации, которая у нас есть сейчас, там у нас кто-то что-то хочет построить, и, значит, они пытались за копейки выкупить дома. Им, конечно же, не продали, потому что деньги несерьезные. Им прямым текстом сказали, вас легче поджечь, и подожгли, и подожгли. Значит, то, что поджигают, это случается везде, всегда и всюду. То есть, это и здесь происходит, и там происходит, и здесь есть твари, и там есть твари. Но, здесь есть большое но между тут и там. Здесь все застраховано. Если мой дом сгорит, и я как бы не против, да, то мне выплатят страховка, мне построят новый даже лучше. И пока будут строить, я буду жить в гостинице, и все это будет покрыто, и никаких забот. Да, неприятности, да, бюрократия, все дела. Вот, но, как бы, проблем с этим не будет. Здесь воруют, здесь крадут. Но, не считая, как бы, вот этих, там, ну, есть, как бы, очень низкое опалое общество, у них какие-то проблемы, это с психикой, это наркота, плохое образование. Вот, и они там воруют и могут там убить за копейки. Это может случиться в любой стране, в любом хорошем районе. Да, есть люди, у которых с психикой не все, и, как бы, ну, что делать? Окружающие страдают. Здесь же, да, в случае с Ростовом, и таких случаев по России дофига, мы просто слышим только о самых больших. Когда там исторический дом сгорел, который там рядом с каким-то большим зданием, вот, ну, и тому подобное, да. Так вот, в Ростове 200 домов, более 600 человек пострадали. Как минимум один погиб, ну, надеюсь, все остальные оклемаются. Ну, это самое, как бы, самая прелесть вот этого всего, и, как бы, здесь прелесть, я говорю, как бы, сарказмом, скажем так. Вот. Это то, что это не первая попытка сжечь этот район, и не вторая, и не третья, и не четвертая. Почти десятая с начала года, ребята. То есть на протяжении всех структур жизни, всех, начиная от тех тварей, кто поджигал, те твари, которые заинтересованы, чтобы оно сгорело, те твари, которые участвовали в попытке купить, полиции, которые заявляли, и пожарные, которые заявляли про прошлые поджоги. Город, который, как бы, согласовал этот проект на строительство, да. То есть, ребята, вы здесь будете строить, а проект-то уже есть. Они уже, как бы, наметились, и с городом, вроде бы, проблем нету, да. Нам губернатор приехал пострадать, это самое, привезли хавчик, забыли вилки положить людям. Там, ребята, это такого издевательства нужно, как бы, дойти, чтобы губернатор приехал, привез телевизоры, там, может, еще что привез, показать. Вот, сняли это все на репортаж, и это, сука, свалило. Ну, это, как бы, мелочи. Но сам факт, что люди, да, хрен с тем, что вот эти твари хотят заработать на людях, которые за себя постоять не могут, у которых, скорее всего, нету страховок, у которых, скорее всего, нету самовозможности себя физически, финансово и морально защищать. То есть, как бы, воруют у бедных, у средних, ну, у нищего класса. У богатого не своруешь, у того крыша есть. То есть, молодцы, ребята. И это не первый раз. Эти за себя не постояли, не только они за себя не постояли, они не постояли за своих соседей. У этого горит, да и хрен с ним, пусть огнетушитель купят. Я не знаю, под каким, как бы, контекстом это все происходит, но с учетом, что это случилось ни первый, ни второй, ни третий раз, людям, которые там живут и понимают, что с ними будет, и что до них все равно доберутся, и они не защищают друг друга, вот это гнилое общество. На этом ничего не построишь. Никак. Придет Навальный, Жириновский, Ходорковский. Еще раз. Не важно, кто придет. Общество гнилое. А общество это фундамент будущего. На вот этой гниле ничего нельзя построить. Нам кричат, что Запад говно, что здесь говорят только деньги, ценностей никаких нету. Но деньги не универсальный стандарт. У меня деньги и у него деньги. Вот. И все понимают, что такое деньги, все понимают им ценность. Также здесь все понимают, что жизнь тоже важна. Там не понимают ни того, ни другого. За всю историю России и также Советского Союза никто не научился делать одну простую вещь. Две простые вещи. Одну – ценить человеческую жизнь, вторую – зарабатывать. Честно зарабатывать своим трудом. Ни того, ни другого не сделали. Нельзя научиться зарабатывать, когда ты не умеешь ценить жизнь. И когда ты не умеешь ценить жизнь, нельзя научиться зарабатывать. Потому что легко обворовать, убить, растерзать, наехать. Все, что угодно. Если кто-то там говорит и кричит, у нас есть духовные скрепы, мы такие красивые, умные, веселые. Ребята, я вас расстрою. Честно, честно, честно. Значит, за всю великую, большую историю Советского Союза, если мы так возьмем, духовную скрепу, и это касается в основном России, потому что республики, которые откололись вовремя и не были, как бы, у которых есть немножко истории до состава СССР, они возвращаются потихоньку на нормальный стиль. Их эти духовные скрепы не захватили. А вот это вот российское нутро, и я здесь точно народу обижу, эта скрепа, если ее так сравнять с настоящим словом, которое характеризует Россию целиком, или по крайней мере 86 ее процентов, это слово «спиздить». Все, что есть в России на данный момент, с точки зрения истории, все придумано, все наворовано, сказки, подвиги, героизм, все брехня. Победа во Второй мировой войне – брехня, да? Территории ворованы, рабочая сила ворована. Что есть настоящего? А, на мировой арене, если кто-то скажет, давайте вот сделаем что-то, как россияне это делали, ни хрена нету. Нету ничего. Люди, которые недалеки, говорят, вот Путин так офигенно ковровыми бомбами там в Сирии террористов покрывает. Да, но это если как бы не заходить именно в подробности. А на самом деле человеческого, что-то, что можно было позаимствовать, нету. Ничего нету. Просто-напросто. И я как бы не утрирую, я как бы и не пытаюсь никого обидеть. Просто рассматривая все, что я прочитал за последние лет пять, когда вот начал углубляться в российскую историю, в российскую политику, нету ни за что зацепиться. Ничего хорошего нет. Серьезно. Вот. Я родился там, и я очень долго был патриотом. И я очень долго был такой, ребята, вот оно мое. Вот. И с гордостью говорил, я был, я рожден в России. Ни хрена этого нет. Нет, гордиться нечего. Я не, нету того, что я как бы говорю, вот, я пытаюсь от этого отречься. Но когда я знаю, как это было по-настоящему, вот, я знаю, что вот так вот, как было, делать не надо. А то, что происходит сейчас, они продолжают делать именно так, как было, по тем же самым мотивам, теми же самыми методами. Ничего не изменилось за сто лет. Грязь, воровство, убийство, насилие, и ничего другого. И сейчас ничего не изменяется тоже. Поэтому, когда кто-то говорит, сейчас кто-то придет и все починит, и выборы 2018, фигня все это. Сейчас мы видим на лицо, что заканчиваются бабки улит. Да, у нас большие корпорации продают, еще очередные офисы уходят, потому что заграничные уже вываливают постоянно, как бы, это чуть ли не через неделю. Вот. А местные тоже закрываются, урезаются, и все, и все, что с этим связано. Вот. И лайф-ньюс, да, у них бабки кончились. О, лайф-ньюс. Это у нас великий пропагандистский канал. И у него закончилось бабло. Что у нас будет дальше? У нас будут разборки на местах, на низких сферах. Там народ будет бить друг друга за кусок хлеба. Я об этом говорил, кажется, год назад, где-то так. Вот. И оно вот сейчас мы видим, у нас периодически кричат, что вот очередной теракт, то ли остановили, то ли не остановили. Нам нагоняют истерию. Ну, а как иначе? Нельзя будет контролировать. Но самое великое, то, что у нас сейчас, это самое, есть заказ на эти самые, на здоровые КамАЗы, которые будут разгонять демонстрацию. У него такой ковш открывается, красивый, да, который может целую улицу толкать, там, три-четыре полосы движения, да, то есть мы готовимся не к выборам 2018, а к результатам выборов, потому что народ знает, ну, результат уже известен, кто победит, а другое дело, они готовятся к протестам, после того, как они анонсируют, кто по их выборам победил. И здесь, ну, не может быть перспективно, но народ, который не может постоять за человеческое отношение, потребовать от других, защищать друг друга на человеческом уровне, чтобы не убивали, не расстреливали, не поджигали, да, чтобы было хоть как-то по-человечески. Этого всего нет. Нам до сих пор рассказывают, как плохо на Западе, нам кричат, как хреново у хохлов, и какие мы великие, какие мы могучие, душевные, добрые, любящие, но самого базового не существует. И на этом гнилом обществе ничего невозможно. Вот эти вот как бы маугли, о которых я вначале говорил, что человека можно поменять 50%, если ему дать серьезную опеку. Здесь всю страну нужно лечить. Мы говорим о 140 миллионах, или как там, минимум 135, которым нужно прочистить мозги. Но, чтобы прочистить мозги, нужна информация, свободный доступ, чтобы люди могли понять, увидеть чистую. А для этого нужна открытая пресса, нужен открытый интернет, нужен открытый телевидение. Всего этого нет, и чем дальше, тем больше его закрывают. Конечный результат какой будет? У нас будет распад империи, у нас будет какой-нибудь такой серьезный катаклизм, опять с кем-нибудь войну начнем, чтобы поднять какую-то истерию. Но все равно это не может продолжаться бесконечно. И чем дольше оно продолжается, тем дольше мы будем за это платить. И общество, которое будет разозленное в конце всего этого процесса, потому что его обманывали, видите, или оно бедное такое, оно не понимало, не видело, да, вот, чем дальше, тем хуже. Катастрофы избежать невозможно. Просто-напросто невозможно. И еще раз, народ, если кто-то меня спрашивает в 2015 раз, а что делать? Нужно валить. Вот, у вас, как бы, вариантов нету. До всех доберутся, вот, будут воровать последние, потому что, как бы, примерно с пожаром, очень четко показывают. Если кто-то положил глаз на ваше, заберут, сорь, заберут, и не моргнут. У нас есть законы от президента, которые разрешают забирать земельные участки в стратегических целях, да, и сейчас вот прошла новость, что там, в Крыму кому-то что-то там понравилось, да, и там людей выселяют, которые там жили десятки лет, а то и больше. Ну, то есть это начало только, этот закон вышел там неделю-две назад, да, сейчас под него будут, ну, как бы, у генерала есть дача, да, у него по соседу какой-то бизнесмен маленький живет. Ну, теперь там будет жить там племянник этого генерала или что-то в этом роде. И потом докажи, что ты не олень. И такое будет везде и всюду. И вот наши перспективы на полный песец. Ничего не меняется, как бы, нету радостных, ну, кроме водокачки, вот, радостных новостей нету, ребята. Все, молодцы, эскандеры мощные, нам еще, как бы, не прописали то, что мы помогаем Северной Корее, да, с ракетами, потому что это тоже до нас дойдет. То им сено, видите ли, нужно закупать, а потом через какое-то время у них начинают, это самое, баллистические ракеты летают, по полторы тысячи километров. Ну, как бы, мы попытались это спихнуть на хохлов, но, кажется, не прокатило. Поэтому, это тоже, как бы, найдут эти ракеты, или найдут информацию, рано или поздно, это все выйдет, и нам впишут очередные санкции. Мы, Великая Империя Зла, и ничего не меняется в этом. Ничего. Методы, те же самые, мы думаем, что территория что-то значит. Ни фига не значит. Не можем себе просто-напросто продуктов простых вырастить, и кричим, что вот весь мир на нас обозлился. Всем наплевать. Всем наплевать, как мы будем умирать, точнее, как в России будут умирать. Вот, потому что россияне собственную жизнь не ценят. На Западе, уже, как бы, крест поставили, и сейчас потихонечку закрывают, да, еженедельно какие-то банки отключают от Свифта, и это самое, ежечасно, вот, ну, как бы, то, что закрывает посольство, ну, вот так вот. И ничего мы не можем сделать против этого. Сейчас пытаются остановить продажу криптовалюты в России, сделать это только через биржу. Ну, как бы, еще какая-то попытка удержать, чтобы хоть какие-то бабки оставались в стране. Но, насколько я понял, печатный станок опять завертелся. Будем ждать понижения рубля. Ребята, классно, все очень-очень хорошо. Путин-стратег всех переиграл. До новых встреч.